Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Пущий невольник, кто хочет прибрать к рукам 3000 гектаров лесных угодий на Буковине. Всеобщая стачка, кто бастует в Великобритании, чего требует от правительства. Как самочувствие, в какой физической форме находится 70-летний Дональд Трамп. Первый рабочий день после бюджетной ночи и предпоследний перед рождественскими каникулами. Часть нардепов уже отправились праздновать, а те, кто остался дорабатывать, обсуждали смету страны и даже пытались поднять себе зарплаты. Но решение это пришлось отложить до следующего года. Почему и что все-таки удалось проголосовать им сегодня, давайте посмотрим в сюжете. Праздничная атмосфера в парламенте с самого утра. Чтобы помочь депутатам доработать, в зал под куполом пришли с рождественскими песнями дети-скауты из организации Пласт. И даже вифлеемские огонь принесли. Предлагаю сегодня вам, чтобы символ мира, добра и славы помогал вам в вашей непростой деятельности. Огонь любви, огонь добра, неси в светлый левторя. После бурной парламентской ночи сегодня затяжье. Ряды депутатов почти пустые. Многие уже улетели в заморские края, а те, кто остался сегодня поработать, в низком старте. Коллеги, не отходите от рабочих мест, а наоборот, подходите. Коллеги, верните депутата в зал. Не проходят голосования даже за постановку, набираются 150 голосов. Нема депутатов, они уже и приняли, и все, и уже полетели, потому что им капнуло уже на округ, на свой, на карман. Все полетели уже, никого не имеет в Верховной Раде. В кулуарах продолжают обсуждать бюджет. Кто-то настаивает на его адекватности. Оппозиционеры же уверены, депутаты в новом документе разменяли бедность пенсионеров на свои преференции. Смету на следующий год называют провальной, мол, в то время, как выплаты на полицию, прокуратуру, администрацию президента увеличили на сотни миллионов, пенсионеры снова за бортом. Это было в гирших традициях последних годов. Знов-таки в ночи, какие-то договорники, куда-то вводили депутаты, что-то там обещали, кому посадки, кому там гроши на выборчие округа, кому-то там какие-то програми виробничие. И, снова-таки, не было прозоро розгляду бюджету. Под ранок вынесли в зал какой-то документ, который еще, до речи, никто и не видел. И за него проголосовали так называемые «залишки большинства». Есть много вопроса национальной безопасности, обороны 130 миллиардов, есть вопроса обороны 140 миллиардов. То есть, он направлен на расстройство нашей страны, поэтому просто приветствую всех, он есть и будем по нему жить. Закрив бюджетный вопрос, сегодня нардепы решили позаботиться и о себе. В повестку дня внесли законопроект, который увеличивает финансирование Верховной Рады. Согласно документу, зарплаты парламентарьев привяжут к прожиточному минимуму, а значит, их карманы потяжелеют. Заработная плата народного депутата, члена комитета, должна складаться около 25 тысяч гривен. Верхний порог, это заработная плата главы Верховной Рады, около 28 тысяч гривен. Навколо этого еще происходят дискуссии. Его специально ставили, чтобы поднялся гвалт и отвлекли увагу от этих подарков олигархам, которые были разданы при подтверждении государственного бюджета. После громкого обсуждения законов, кулуарах продолжить консультацию решили в новом году. Вместо этого проголосовали за амнистию бойцам АТО. В частности, новый закон запрещает преследовать тех, кто шел на фронт без соответствующих документов. А под занавес исключили нардепа Надежду Савченко из парламентской делегации в ПАСЕ. Мол, записали ее только для того, чтобы освободить из плена. Сослались на нарушение регламента. З огляду на то, что на сегодняшний день изменились обсуждения и теперь мы имеем наявное недотримание ревности умов призначения членов постоянной делегации Верховной Ради Украины в ПАРЄ. Это с метою более точного дотримания. Я против очень мягких формулирований в этой постановке. Потому что порядок с секретацией дискриминации нужно решить вопрос о откликании уже сегодня Надеи Савченко из парламентской эсэблеи Ради Европы. Тем временем в состав делегации ПАСЕ вошел Вадим Новинский. Нардеп от аппетитовного блока заменил на этом посту своего однопартийца Дмитрия Шпенова. Кто будет представлять Украину в европейской организации вместо Савченко, пока не решили. Ольга Рыцарь, Ирина Романова, Владимир Самченко, Егина Яникеенко. Подробности телеканал Интер. Детективы НАБУ сегодня планировали провести первый, так сказать, дебютный допрос народного депутата Александра Онищенко. Правда, не вживую, а по скайпу. В бюро сейчас находится мой коллега Александр Васильченко. Он с нами на связи. Саша, здравствуй. Расскажи, начался ли допрос и что сейчас происходит? Добрый вечер. Видеодопрос народного депутата Александра Онищенко начался с двухчасовой задержкой. По предварительной информации, к процедуре должны были приступить еще в пять часов вечера. Об этом в телефонном разговоре сообщил заместитель руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко. По его словам, изначально допрос планировали на полдень, но по техническим причинам вынуждены были сместить время. Что хотят услышать от народного депутата и в каком ключе будут вести допрос, в САП не сообщают. Комментировать его отказались и в НАБУ. Однако известно, что это будет не допрос, а опрос. Подтверждает и сам факт видеосвязи, но в каком процессуальном контексте проходит допрос и какие стороны выдвигают условия, не разглашают. Напомню, ранее Онищенко сообщил, что в НАБУ допросят его по видеосвязи. По его словам, сейчас он находится в Германии, готов предоставить детективам информацию о гражданстве и раскрыть коррупционные схемы в высших эшелонах власти. Также напомню, вчера в ходе видеоконференции Онищенко сообщил о сотрудничестве с американскими и европейскими спецслужбами. И что сейчас он круглосуточно находится под охраной европейской полиции. Напомню, Онищенко проходит по делу о расхищении средств государственной компании «Укргаздобыча». По данным НАБУ, государству нанесен ущерб на сумму более полутора миллиардов долларов. Мы остаемся здесь, будем следить за развитием событий. Спасибо, Саша. Я хочу отметить, что если у тебя появится новая информация, то мы вернем тебя в эфир обязательно по первому твоему требованию. Это был Александр Васильченко, он сейчас находится в НАБУ. А вот патрульного Сергея Олейника скоро будут судить. Прокуратура Киева сегодня направила в Голосеевский суд столицы обвинительный акт. Олейника обвиняют по трем статьям в покушении на умышленное убийство и в его совершении, а также в превышении должностных полномочий. Я напомню, 7 февраля в Киеве автомобиль-нарушитель пытался скрыться от полицейских. Началась погоня. Чтобы остановить машину, патрульные использовали оружие. Всего сделали 34 выстрела. 17-летний пассажир авто получил смертельное ранение. Позднее стало известно, что водитель БМВ находился в состоянии наркотического опьянения. Обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы, либо пожизненное заключение. А в парламентских кулуарах сегодня требовали отставки главного полицейского Арсена Авакова. Накануне проект соответствующего постановления должен был рассматривать профильный комитет Рады. Но из-за отсутствия кворума обсуждение не состоялось. И вот как прокомментировал сегодня этот факт один из инициаторов отставки министра МВД, нардеп Сергей Каплин. Вчерашнее голосование, точнее провал розгляда вопроса Авакова, отставки Авакова на комитете с вопросом правоохранных органов и правоохранной деятельности, показал, что в стране сформировалась мощная, олигархичная, мафиозная шайка. И основой этой шайки является Народный фронт и персонально Арсеній Яценюк, Аваков, Пашинский, Турчинов. Они четко понимают, что Аваков у конец, они осуществляют, что рано или поздно он должен пойти в отставку и стать перед Украинским судом. Мы продолжим такую борьбу против наступного года. Мы будем добиваться забороны Народного фронта. Мы будем добиваться тюрьмы для Турчинова, Пашинского, Яценюка, всех ваших ватажков, всех лидеров вашего злочинного группования. Сегодня была фактически блокирована работа Энергодарской мэрии. Кто в сопровождении автоматчиков прочесывал кабинеты и что искали, расскажут наши корреспонденты. Утреннюю планерку энергодарских чиновников сорвали представители прокуратуры. В сопровождении автоматчиков они фактически ворвались в кабинеты мэра, секретаря горсовета, финансовое, экономическое и юридическое управление. При этом без адвокатов. В этом кабинете происходило все от обыска личных вещей, то есть там барсетка, документы там ковырялись в личных вещах во всех, переворачивали все документы, там открытки поздравительные, ну все, 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 что было в этом кабинете, картины, вот это там под рамками, то есть, я так понимаю, искали 13 миллионов. Речь идет о бюджетных деньгах, которые якобы были украдены. Мэр утверждает, никаких хищений не было. Эти средства были действительно выделены на сессии городского совета и через казначейство двумя платежами были отправлены одно за оплату за электроэнергию в Запорожье обленерго, а второе оплачено НДС. Целевыми платежами где 13,5 миллионов ушли. Обыски вели не только в кабинетах, но и в квартирах чиновников. В 2014 году было возбуждено уголовное дело, неизвестно какое, хотя я с ноября 2015 являюсь секретарем РАДы, при чем тут это дело и при чем тут обыск у меня, я тоже не понимаю. Уже ближе к вечеру с обыском пришли и в дом городского головы. Идут следственные действия, все комментарии потом. В областной прокуратуре были также немногословны. Все, что нам известно, от разрешения процессуального руководителя и следователя мы выложили на сайт. Больше нам сказать нечего. Впрочем, никакой конкретики и на сайте областной прокуратуры пишут, что в рамках уголовного расследования ищут документы, подтверждающие незаконное использование бюджетных средств. Нашли доказательства или нет, неизвестно. Чиновники возмущаются, мол, обыски парализовали работу. В мэрии должны были готовиться к завтрашней сессии Гурсовета, на которой планируют принять бюджет на следующий год. Сергей Бордюжа, Игорь Воробей, подробности, телеканал Интер, Запорожская область. Маски-шоу силовики провели не только в Энергодаре, но и в Токмаке. Это тоже в Запорожской области. Там обыскивали офис городской организации оппозиционного блока. На сайте этой политической силы уже появилось официальное заявление. Действия силовиков в Энергодаре и Токмаке они называют силовым давлением на местную власть. Оппозиционеры требуют президента вмешаться в ситуацию и остановить беспределы беззакония. А также напоминают, что дестабилизация работы местной власти угрожает жизнедеятельности городов. Ну а во Львове массовые протесты завершились штурмом мэрии. После того, как на днях местные власти решили прессовать мусор прямо в черте города, активисты начали прессовать местных депутатов и мэра. Подробнее узнаем от Галины Якушко. Несколько дней подряд жители микрорайонов Ресное и Белогорща протестовали против строительства линий для сортировки мусора. Мэр Львова садовой акции проигнорировал. Сегодня активисты решили пообщаться с городоначальником лично на сессии горсовета. Участники пикета под мэрией рассказали, прессовать мусор начали рядом с жилыми домами. Никаких документов проектных на строительство той линии, что уже смонтовано, никаких нет. Они целый час отбрихаются, но свои тихонько делают. Мы требуем от городского главы Львова Андрея Садового открыто рассказать о своих планиках о решении вопроса смяты в городе. Несколько активистов пропустили в сессионный зал. Люди утверждают, несмотря на запрет и спрессованный в брикеты мусор, планируют отправлять на закрытую после пожара Грибовицкую свалку. Ті тюки, які на Рясному будуть присувати, в подальшому вони будуть їхати в Малихів, Грибовичі, і ними будуть підпирати, так як і планувалося, гуру, всю зи сміттям. Ми категорично проти. Андрій Іванович, я вважаю на нашу комунальну підприємство. Дай Бог, що воно ніколи не працювало. Дай Бог. Але ви повинні. Ви хочете мене послухати, чи я вас? Затем в зал врываются остальные активисты. Зав'язывається потасовка з чиновниками. Але пообщаться з мэром митингуючим більше не удалось. Андрій Садовий поспешно покинул здання через чорний ход. Активисты оккупировали трибуну. Ми вимагаємо вже проголосувати, дати рішення про заборону з миттям пресувального комплексу. На сільмач сесія не буде продовжена, поки наше питання не почуть, і воно не буде вирішено. Свої претензії к мэру Садовому прийшли висказати і общественники, які добиваються прозрачних условій в транспортной сфере. Утверджують конкурси для перевозчиків, проводяться з нарушеннями. Ліцензії дають фірмам, які связанні з чиновниками герсовета і лично з мэром. Створити прості, прозорі умови, за рахунок яких може краще і з краще перемогти. До 31 грудня підписати тимчасові угоди на три місяці, щоб з січня місяця транспорт у Львові курсував в рамках чиновного законодавства, щоб у нас не було фактично 550 нелагалів. Але так і не дождавшись мэра, депутати закріли засідання і перенесли сесію на следующий четверг. Активисты предупредили, придуть к міському совєту знову. Галина Якушко, Юрий Голубинко, подробності деканал Інтер, Львов. Ну, пока во Львові решають, що делать с мусором, отходи продолжають путешествувати по всей Україні. Очередну партию нашли в Полтавской області. Груз сбросили тайно на території одной із ферм. В полицію обратився председатель Наталовського сельсовета. Две машини з львовської регистрації, які привезли отходи, задержали. Автомобили були з прицепами. Водителі 26-летній і 28-летній жителі Львовської області вже дали показання. Движення в центре Києва сегодня снова перекрыли. В правительственному кварталі був настоящий транспортний коллапс. На этот раз протестовали владельцы автомобилей с европейской регистрацією. Що требовали, выяснял Олег Решетняк. Сегодня час пик в центре Києва начался раньше обычного. Уже в 12 часов дня движение було полностью паралізовано. Причиной тому митинг активистів «Автоевросила». В Верховной Раді митингующе пришли ще в 7 утра. Требували от депутатов поддержать законопроект, который бы разрешил на авто с еврорегистрацией ездить в Україні целый год без проблем. Люди, які експлуатирують автомобили на европейской регистрації, готовы платити в бюджет деньги в Україну, не в Польщу, не в Литву, не в Латвию. Готовы платити здесь проїздной раз в год, для того, щоб спокойно перемещаться на этих автомобилях на территорию України. Когда стало понятно, що нардепам до людей дела нет, митингующие решили перекрыть движение по улиці Грушевського. Це привело к настоящому транспортному коллапсу в центре столицы. За полчаса по правительственному кварталу можна було проехати от сили метров 300. По мнению митингующих, под оберткой защиты отечественного производителя скрываются бизнес-интереси узкого круга людей. Поэтому до всех остальных парламентариям дела нет. Почему-то в 90-х годах, отец пригнал сигару в 95-м году, я на ней до сих пор езжу. А Сенс, если я рядом поставлю, или Ланос, он все равно будет, моя Ауди будет выигрывать. Почему я не могу себе пригнать машину? По безопасности. 2004-го года, 2005-го года. После долгих криков о помощи у здания парламента некоторые из депутатов все же вышли к митингующим. Активисты Евросилы пообещали помочь с продвижением законопроекта. На 16 число поводживальна рада, комитет Верховной Ради, депутатів Верховной Ради поводживальна. И с 17 до 20-го, то немає точної дати, она буде четко узгоджуватись. Но главный успех считают активисты даже не в обещаниях парламентариев. Народные избранники сообщили митингующим, что так называемый указ Насирова, который якобы позволял с 1 января следующего года конфисковывать авто с иностранной регистрацией, действовать не будет. Внутренні постанови, які були підписані паном Насировим від 16-го, 12-го цього року, ми за них можемо не переживати, тому що нас не будуть трогати, як власників транспортних засобів на іноземних номерах з 1-го, 01-го, 17-го року. Активисты організації уверяють, будуть і дальше пететіровать парламент, пока требуемый законопроект не проголосують в сенсіонном зале. Олег Решетняк, Андрей Кузнецов. Подробности. Телеканал «Интер». А в Черновицкой області взбунтовались охотники. Они уверяют, що чиновники хочуть передати лесні угоди в частні руки. Смогут ли вони відстояти ці лакомі гектарі, розбиралась Ольга Паламарюк. Там той перелісок, ті переліски, так краєн. Оця територія, оцей ліс вже вроде і не бунаш. Ілья Шулько показує лужайку, де ще недавно охотився вместе з друзями. В здешніх містах розказує багато дичі. Косули, кабані і зайці. Єсть і олень. Они часто забрядають в камінку із сосідній Румунії. Але недавно мужчина узнал – дорога в лес закрита. Ліс був державний, полювали, ходили на полювання. Все було нормально, брали ліцензії. Получається з літа, що не знаю, хто там стоїть за цим. Це я не можу сказати. Але вони створюють свій клуб охотничий. Хочуть просто забрати ці всі угіді наші. Мужчина подозреває на цей ліс, положили глаз некі влиятельні люди. Річ йдет більше о трьох тисячах гектарах угодий, які займають сразу два района – Староженецкий і Глыбокський. Поговарює, територія эта відійде частному клубу. Охотники проти такой приватизации. Сказати об этом пришли сьогодні к обл-адміністрації. Нам були надані польові та водно-булатні угіді. А лісові масови не були надані, мотивуючи тим, що там йшла зміна власника і так далі. Хоча зміна власника не мала би впливати на надання лісових масовів. Мітінгуючі об'ясняють, землю для охоти вони арендовали у лісхозів. Платили символічні суми. Нескільки місяців назад срок аренды істек. Тепер, уверяють участники акції, обласні власти отказуються проливати договори на пользование лісом. Чиновники же все обвинення відріцають. Вони, напевно, переживають, але ви знаєте, що в нас відбувалися зміни землі власника. І є відповідна процедура, яка повинна бути дотримана. Вопрос охотничьих угодій соглашаються рассмотреть на сесії облсовіта, яка якраз сьогодні собралась на засідання. Ближе к концу дня местні депутати постановили. Разрішить обществом охотників і рыболовів трьох районах пользоваться угодями ще 20 років. А вот участок в Каменке в аренду не віддали. І хто буде тепер там хозяйничать, неизвестно. Возможно, вопрос специально затягивають. А пока страсти не утихнут. Ольга Паломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Черновицкая область. В Страсбурге протестуючий забросали мукой екс-премьера Франции. Мануэль Вальс приехав в город в рамках своей избирательной кампании. Перед входом в ресторан, где должна была состояться встреча со сторонниками, на него набросился активист. Возмущение нападавшего вызвала статья французской конституції, которая позволяет премьер-министру провести законопроект через парламент без голосования. С ее помощью в стране приняли реформу трудового законодательства, против которой французы протестовали несколько месяцев. Отстаивают свои права недовольные социальной политикой власти и в Великобритании. Рождество в Соединенном Королевстве грозит превратиться в полный хаос. На акцию протеста выходят тысячи сотрудников с железной дороги, авиалиний и почтовой службы. Что требуют и почему накануне самого главного праздника в стране, узнаем от Светланы Чернецкой. Она в Лондоне. Для транспортников эта неделя в Великобритании самый загруженный период года. В воскресенье Рождество, а значит многие поедут к родственникам в разные уголки страны и за границу. И вот тут-то начинаются совершенно непраздничные неприятности. Уже вторую неделю продолжается забастовка работников железнодорожной компании Сазерн, обслуживающие пригородные поезда, соединяющие Лондон с близлежащими графствами. Улететь из Лондона тоже будет непросто. На Рождество забастовку начнут бортпроводники авиакомпании British Airways. Их не устраивает оплата труда. Повышение зарплаты требуют и сотрудники багажной службы 18 аэропортов по всей Британии. Они тоже отказываются работать в канун праздника. Стачку планируют и сотрудники лондонского метро. Они протестуют против сокращения рабочих мест. Бастует и около 3000 работников Королевской почты, что тоже совершенно не кстати перед Рождеством. Покупка подарков в стране давно перешла онлайн. И многие ждут доставку заказов, которые должны оказаться под елкой в канун праздника. Это не просто забастовка отдельных людей из-за каких-то преференций. Это борьба за будущее их индустрии, нашей индустрии и всей Британской почты. В общем, время для Стачек выбрано очень неудачно для обычных граждан. Но вот для возмущенных протестующих лучше не придумаешь. Перебои в работе транспорта затрагивают максимальное количество клиентов. Соответственно, привлекают внимание и прессы, и правительство. Многие называют это шантажом, но именно так в этой стране привыкли отстаивать свои права. Кстати, таких массовых стачек здесь не было последние 30 лет. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. В Европе приветствуют новость о предстоящем перемирии на Донбассе. Министр иностранных дел Германии Франк Вальдерштайнмайер назвал достигнутое накануне в Минске соглашение важным шагом на пути к стабилизации ситуации на востоке Украины. Напомню, режим прекращения огня вступает в силу с полуночи 24 декабря. Решение это было принято на фоне эскалации конфликта. За последнюю неделю наблюдатели зафиксировали увеличение использования запрещенного Минскими соглашениями оружия на 300%. За этими сухими фактами кроется колоссальное повышение уровня насилия. Ситуацию на Донбассе обсудили по телефону Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель. Говорили об атаках боевиков на позиции ВСУ под Светлодарском. Политики согласились, что важно как можно скорее добиться прекращения огня и освободить всех украинских заложников. На Светлодарской дуге находится и наша съемочная группа. Журналист Геннадий Вивденко и оператор Вадим Ревун провели эти сутки на передовой и готовы показать то, что видели сами. Сейчас наши солдаты пополняют боекомплект. Боец с позывным «Гламур» родом из Киевской области провел эти сутки на передовой. К канонаду от вражеской самоходной артиллерии слышно по всей линии Светлодарской дуги. Там даже голову не поднять, они гасят с утра до ночи, со всего тяжелого. Подходят очень близко. Но мы как бы стараемся отбиваться от этого всего. Ну, пока получается. Как бы говорится, Бог с нами. Украинские бойцы в ходе контратаки пять дней назад заняли стратегические высоты в лесу, к северу и к югу от поселка Луганское. Противник почти ежедневно ввел оттуда огонь по нашим военным и мирным гражданам. В разе четыре в них больше этих втрат, потому что они встармовали. И утримание тех позиций, которые сейчас есть, они сейчас есть необходимы для того, чтобы мы уже не втратили свои позиции. Абсолютно выгодные эти позиции. Поверьте, что никто не утримает позиции, которые не нужны. Хлопцы там держатся. И держатся мужественно. И поверьте, у нас есть чем их прикрыть. С утра до полусотни боевиков после артподготовки дважды атаковали украинские позиции. Получив достойный отпор, отступили с большими потерями. Который раз под огнем, но уже днем опытные волонтеры из Донецкой и Тернопольской областей подвозят на линию обороны необходимые вещи. Спервязочные материалы, антисептики, антибиотики, продукты питания. Все, что только необходимо пацанам. Волонтеры не зовут, волонтеры сами прутся. Працуем уже с первых дней. На сегодняшний день выготовили больше 60 тысяч баррель. У нас группа есть, человек 20, это место Шумск, Тернопольская область. Мы ее делаем, отправляем все развозки к хлопцам. Мини-грет домашний, все же жены наши. И все для передовой. Так, только на передовой. Бой тем временем продолжается весь световой день. По свидетельствам бойцов 11 украинских воинов. Ранены. Сведений о необратимых потерях, слава богу, нет. Это уже пятый день боев на Светодарской дуге. Противник пытается отбить ранее утраченные территории. Однако, тактическая инициатива на стороне украинских войск. Геннадий Вивденко, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Израиль готов принять раненых из Алеппо. Помощь для жителей разрушенного города собирают всей страной. Несмотря на то, что Израиль и Сирия находятся, по сути, в состоянии войны, официальный Иерусалим. Ситуацию в соседнем государстве называют гуманитарной катастрофой. Все подробности узнаем от Сергея Услендера. Израиль предлагает помощь сирийцам, пострадавшим от гражданской войны. Собственно, это не новость. Тысячи граждан этой арабской страны прошли лечение в израильских больницах на израильском севере. Они получают помощь в полном объеме, включая сложнейшие операции и бесплатные протезы. Но теперь еврейское государство предлагает принимать у себя жителей Алеппо, пострадавших от бомбардировок и уличных боев. Российская пресса по этому поводу сразу разразилась гневными статьями. Дескать, Израиль помогает террористам. Но по этому поводу Бениамин Нетаньягу, глава правительства, совершенно отчетливо произнес. Тех, кто участвовал в боях, Израиль лечить не будет. Я распорядился, чтобы Министерство иностранных дел нашло возможность увеличить объем медицинской помощи, которую мы оказываем пострадавшим в сирийской трагедии, особенно в Алеппо. Мы готовы принимать женщин, детей и мужчин, если они не участвовали в боевых действиях. Перевезти их в Израиль и лечить их в наших больницах, как мы делаем уже давно. Давно это с самого начала конфликта. На границе Сирии армия развернула полевой госпиталь. Там принимают раненых сирийцев, тяжелых сразу доставляют в гражданские больницы. У местных врачей большой опыт в лечении боевых ранений. Равнодушными не остались и обычные израильтяне. К этой, казалось бы, чужой беде. За два дня они собрали внушительную сумму денег на помощь жителям Алеппо. Открыты специальные пункты сбора, куда несут одежду, одеяло и продукты. Как еврей, как израильтянин, я чувствую, что мы должны проснуться. Ведь то, что мы сейчас видим, это настоящий геноцид, это Холокост. И я уверяю вас, израильтяне уже проснулись. Помощь, которую собирают израильтяне, будет передана организациям, помогающим сирийцам, пострадавшим в гражданской войне. Были призывы и более радикальные. Например, офицеры запаса требовали отправить их в Алеппо, чтобы защищать женщин и детей. Этот призыв остался без ответа, но вызвал бурные споры в обществе и в какой-то степени послужил толчком к тому, что израильтяне стали проявлять такое сочувствие к сирийцам. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Спросите у доктора. Личный врач Дональда Трампа дал первое после выборов интервью. Как себя чувствует президент, которому уже за 70? Есть ли повод для беспокойства? Дмитрий Анопченко знает ответы. Ни на одних американских выборах еще не было столь пожилых кандидатов. Буш стал президентом в 54, Обама в 47. Но в этот раз оба претендента на президентское кресло оказались совсем в другой возрастной категории. Трамп разменял восьмой десяток. И если он пробудет у власти два срока, покинет Белый дом в 78 лет. Да, один из самых успешных американских президентов, Франклин Рузвельт, так и вообще управлял страной, сидя в инвалидной коляске. Но повторять этот опыт американцам очень не хотелось бы. Вот почему сейчас такой интерес к интервью личного врача Трампа Гарольда Барстейна. Он не раз появлялся на телеэкранах в ходе избирательной кампании, заявлял, мол, Дональд самый здоровый кандидат в истории Америки. И даже справку об этом выдал. Но позже оказалось, это был лишь предвыборный ход. Документ был составлен не видя пациента. И вот сейчас, когда выборы закончены, доктор наконец-то может быть откровеннее. Доктор заявил прессе. О состоянии здоровья Трампа не переживает. Оказывается, тот с момента выборов вообще не обращался к врачам. Даже легкого недомогания за все это время не было. Мне и в голову не приходило, что Трамп самый старый президент. Вот не на секунду. Говорит личный врач президента. И даже жалуется. Ему самому 69. Знаменитому пациенту 70. Но Трамп даже доктору, который 40 лет заботится о его здоровье, даст фору. Барстейн консультирует эту семью с 80-х. И когда недавно на Манхэттене, во время антитрамповских протестов, прохожие узнали его и накинулись, дескать, вы же врач Трампа, сколько еще нам терпеть старика? Спокойно ответил. Да он всех вас переживет. Эскула побежден. Трамп не только до конца второго срока дотянет, но и после этого в свои 78 останется в политике. А вот разговоры о слабом здоровье Клинтон – это не пропаганда. По мнению Барстейна, она-то действительно старушка. Но вот Трамп далеко не дедушка. И все, о чем сейчас жалеет доктор, в одночасье ставшись знаменитым, это о том, что такого пациента потерял. Ведь по правилам, за состоянием здоровья первого лица государства теперь должен следить военный врач. А все, что с ним происходит с момента инаугурации, станет государственной тайной. Впрочем, если верить личному врачу Трампа, то и засекречивать-то особо нечего. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Государство в помощь, что пообещал клиентам новый глава правления «Приватбанка». На выход, кто и за что отбирает жилье у киевского бизнесмена. Кровавые деньги, кто спонсирует терроризм в Европе. Все ограничения в работе «Приватбанка» обещают снять до конца дня. Этой новостью Александр Шлопак начал свою первую пресс-конференцию на посту председателя правления национализированного банка. Он заверил, что о закрытии не может быть и речи. Рассказал о своем депозите в этом банке на 200 тысяч гривен, отметив, что деньги забирать не планируют. Первым крупным клиентом уже государственного «Привата» стал Минфин, который перевел в этот банк обслуживание зарплат своих сотрудников. Шлопак пообещал, что 116 миллиардов гривен, а это пятая часть госбюджета 2016 года, вложенная в декапитализацию «Приватбанка», государство себе вернет. Вот только когда, Шлопак не уточнил. Я участникам процессу, когда мы простых людей, пенсионеров, вчителей, військовых, забираем гроши для того, чтобы спасать банк. И я понимаю, что мы должны эти гроши вернуть. И мы их обоихово вернем. Чи в способ просто развития банка, чи, возможно, когда мы достигнемо певных масштабов, держава прийме участь в продажу банку. Я переконаний, за будь-яких обставин, держава верне обоихово гроши, которые она вкладывала в этот банк. «Мой дом, моя крепость» под Киевом. Бизнесмен запаррикадировался в собственном жилище. Он держит оборону от коллекторов, которые хотят переселить его на улицу. Как сегодня развивалось это противостояние, и есть ли шанс у таких же должников отстоять свое имущество? Подробнее расскажет Елена Митясова. Он объявил войну коллекторам, вызвал полицию, телевидение, а сам забаррикадировался в доме. Я не могу выйти, потому что если я выйду, а не выйду. Хозяин двухэтажного коттеджа, бывший бизнесмен. В 2007-м его жена взяла в кредит 176 тысяч долларов под залог имущества. Спустя два года семейное дело лопнуло, и платить по счетам стало нечем. Банк продал долг коллекторской компании, должник утверждает незаконно. Его об этом никто не уведомил. Вот и спорят сейчас в суде. Сами коллекторы от комментариев отказываются. У нас есть пресс-центр. Обращайтесь туда, там дадут ответы на все вопросы, которые вас интересуют. Вот и Укрбор. Обращайтесь туда, и там на все ответят. Мы неуполномоченные общаться с прессой. Они на камеру рассказывают, проценты капали до 2012 года, и сейчас долг бизнесмена полмиллиона долларов. От переговоров с коллекторами должник отказывается, а летом по решению суда коллекторская компания стала полноценным владельцем недвижимости и участка земли. Вы же сами понимаете, что если бы здесь были какие-то незаконные действия, то мы бы уже были не здесь. Правда, вот документы финансовые выбивал и не показывают, но уверяют, они есть. И пока к должнику не применяют силу, все законно, утверждают юристы. Звонить, дежурить под домом, стучать в калитку и надоедать не запрещается. Ваш кредитор имеет право, ваш долг, который, например, зафиксирован в расписке, передать иному лицу, которое будет пытаться у вас этот долг забрать. Это все не запрещено законом. Если же, конечно, кто-то из них будет пытаться применить человеку к должнику силу, незаконно ворваться в его жилье. И таких историй миллион, все словно под копирку. Выход только один, уверяют адвокаты. Заплатить или распрощаться с жильем, иного не существует. Не стоит надеяться и на принятие закона о валютных заемщиках, которым время от времени кормят должников. Никто никогда и ни при каких обстоятельствах на это не пойдет. Если сейчас при увеличенном курсе доллара разрешить валютным заемщикам выплачивать эти кредиты по уменьшенному курсу доллара, возникнет соответствующая разница, которую придется покрывать банку. Это приведет к банкротству соответствующего финансового учреждения. А со следующего года желающих выбить долги станет еще больше. Заработает институт частных исполнителей. Уже по закону и по решению суда они будут продавать дома и квартиры проштрафившихся клиентов банков. И нет гарантии, что не возьмут на вооружение коллекторские методы. Елена Митясова, Богдан Савруцкий. Подробности. Телеканал Интер. Не дня без скандала. Закарпатскую таможню продолжает лихорадить. Один сотрудник покорил на взятки, другие губернатор области Москаль подозревает в сговоре и организации целой международной группировки, которая устроила для контрабандистов «Зеленый коридор». Все подробности у Марины Коваль. На взятки в 500 долларов попался сотрудник Закарпатской таможни. Он работает в пункте пропуска Дзвинкове на украинско-венгерской границе. Генпрокуратура подозревает его в организации схемы ввоза иностранных машин без растаможки. Следство установлено, что зазначенная служебная особа в последние месяцы систематично требовала и поддерживала неправомерную выгоду за безперешкодный пропуск транспортных засобов с иноземной регистрацией, которые ввозились через митные пости Закарпатской области на митную территорию Украины. Еще одна схема контрабанды. На этот раз сигарет успешно работала и на украинско-словацкой границе. Во всяком случае, в этом убеждает губернатор Геннадий Москаль. На своем сайте он написал, что словацкие полицейские нашли на своей территории целый склад контрабандных сигарет, привезенных из Украины. Три миллиона пачек были спрятаны на заброшенной ферме в 40 километрах от границы. Там же находился и грузовик с украинскими номерами, хотя по документам машина пересекала границу без груза. Что интересно, что она перетнула не только нашу митницу, но и Словацкую. В Словакии есть сканеры и несуществующие обладания для выявления контрабанды. Однозначно, что это створено организованное злочинное группование международное, которое входит как посадовцы Державной фискальной службы Украины, так и митных органов Словачии. По информации Геннадия Москаля, за два месяца задержанная фура пересекала украинско-словацкую границу 17 раз. Уже установлено, что собственником грузовика является житель Ужгородского района. В Словакии по факту контрабанды сигарет начали уголовное дело. В Украине пока тишина. Марина Ковадюрь и Ковалев подробностей телеканал Интер Ужгород. Взрывы прогремели на востоке иракского Масула. Террористы подорвали три начиненных взрывчаткой автомобиля. Погибли 23 человека. Жертвами террористов стали военные и гражданские. Трагедия произошла в подконтрольном иракскому правительству в районе Кагджали, около рынка. Напомним, Масул второй по величине город Ирака. Более двух лет он находится под контролем террористической группировки Исламское государство. Наземная фаза операции по его освобождению началась 17 октября. В ней участвуют правительственные силы, шиитское ополчение и кульские формирования Пешмерга. Их поддерживают иракские ВВС и авиация коалиции во главе США. Двое украинцев, мужчина и женщина, возможные жертвы теракта в Берлине. Вероятность этого очень высока, сообщил глава МИДа Павел Климкин. Только результаты ДНК смогут подтвердить либо опровергнуть эту информацию. Я напомню, под колесами грузовика на рождественской ярмарке погибли 12 человек. Полиция подозревает, что управлял фурой гражданин Туниса Анис Амри. Что известно об этом террористе, сейчас расскажут наши корреспонденты. Это родной городок Анис Амри в Тунисе. Здесь он вырос, отсюда переехал в Европу в феврале 2011-го. Никто из соседей и родственников не подозревал, что парень замышлял теракт в Берлине. Мы спрашивали у него о делах, он отвечал, что все в порядке, говорил, хочет вернуться домой в Тунис. Но сначала должен заработать денег. Хотел купить машину, открыть свое дело. Он просто хотел заработать на авто. В январе собирался вернуться домой. Как и тысячи других беженцев Амри на надувной лодке пересек море и прибыл в итальянский порт Лампедуза. Документы не предъявлял, властям сказал, что несовершеннолетний. В Катании пошел в школу, но учебу достаточно быстро бросил. Избивал одноклассников, даже поджег учебный корпус. В итоге четыре года провел за решеткой. В прошлом году после освобождения по поддельным документам въехал в Германию, задержался в стране из-за бумажной волокиты. В июле федеральное ведомство по вопросам миграции беженцев отклонило его в ходатайство о предоставлении убежища. Хотя он получил приют в Берлине и там рассматривают вопрос о его депортации. Но высылать его из Германии мы не могли. У него не было документов, удовлетворяющих личность. Тем более власти Туниса долгое время отрицали, что Амри гражданин их страны. Полиция подозревает именно в Германии Амри познакомился с имамом Абу Вала. Этого проповедника считают главным вербовщиком МИГил в Германии. Возможно, имам и посоветовал Амри атаковать берлинскую ярмарку. Если мой брат слышит меня, я прошу его сдаться ради нашей семьи. Если он совершил все эти преступления, его накажут. И это позор для всех нас, я говорю от себя, от нашей семьи, от лица всех местных жителей. Это позор. Но я уверен, мой брат невиновен. В соцсетях полиция нашла видео с Анисом Амри. Любительская съемка длится всего несколько секунд. Очевидно, оно было снято в Германии. В Европе Амри трижды задерживали. Но в итоге упустили из-под носа прямо на месте преступления. Сейчас он один из самых разыскиваемых преступников в мире. Дмитрий Евчин, подробности, телеканал Интер. Сегодня в Дортмунде четыре человека были задержаны по подозрению в причастности к теракту в Берлине. А в самой столице Германии силовики обезвредили подозрительный пакет. Его нашли возле станции метро. Тем временем Еврокомиссия пытается ввести новые меры защиты, чтобы лишить террористов финансирования. Подробности у нашего корреспондента в Брюсселе Юлия Мендель. Кровавый теракт в Берлине вынудил ЕС искать источники финансирования терроризма в Европе. В Еврокомиссии предложили жестче контролировать средства, которые поступают в ЕС из других стран. В Брюсселе считают, что организаторы последних терактов финансировались из-за границы. Поэтому таможенникам могут разрешить арестовывать наличные средства и драгоценные металлы подозрительных лиц, прибывающих в Евросоюз, также могут потребовать декларировать суммы меньше 10 тысяч евро. Кроме того, есть предложение конфисковать активы тех, кого подозревают в преступных связях. Новые общие для всех стран ЕС правила устанавливают, что банковские счета подозреваемых, например, радикализированных людей, тех, кто готовит теракт, будут замораживать на протяжении 48 часов. Тщательно проверить подозрительные банковские счета просит у правительства Бельгийский союз по борьбе с отмыванием денег. Организация за последние два года обнаружила более 400 таких счетов и направила в суды информацию о почти 10 миллионах евро, которые могли использовать террористы. В связи с этим Еврокомиссия предлагает единое для ЕС правило по борьбе с отмыванием денег, чтобы преступники не использовали различия в законах для осуществления теневых операций. Также решили улучшить систему обмена информацией между силовиками. Мы видим необходимость создать систему шенгенских информационных оповещений, когда речь идет о терроризме, запросах данных, а также новую классификацию оповещений о неизвестных или разыскиваемых лицах. Это поможет эффективнее соблюдать запреты на въезд для граждан из стран третьего мира. Полный доступ к системе получат Европол и Евроюст. А еще европейцы решили усилить контроль за виртуальными валютами, такими как биткоин или банковскими карточками. Например, власти Франции считают, что виртуальные деньги использовали для финансирования терактов в Париже в ноябре 2015-го. Теперь при оплате карты на сумму от 150 евро владелец должен будет показать удостоверение личности. Чтобы правила вступили в силу, их должны одобрить все члены ЕС и Европарламент. Юлия Медель, Вадим Сверидоном. Подробности Брюссельское бюро телеканала Интер. За что популярного видеоблогера выдверли из самолета в аэропорту Лондона? Сорвал ли кто-то джекпот в старейшей испанской рождественской лотерее? И какие кадры снимает британский пёс-кинооператор? Об этом и не только в нашем обзоре. Британский скейбордист нашёл для съёмок необычного оператора. Все трюки Дэнни Брэдди снимает его пёс, который постоянно бегает за своим хозяином. Для этого на спине у собаки закрепили экшн-камеру. Дэнни признаётся более преданного помощника не сыскать. Опасается скейбордист лишь одного, что в кадре вдруг может появиться кошка. Популярного блогера попросили покинуть самолёт из-за того, что он говорил на арабском с другом. Впрочем, пока блогера выводили из салона, он успел записать ролик, который стал вирусным. На видео Адам Салех возмущается происходящим. Не верю своим глазам. Вы серьёзно? Я сейчас заплачу. В аэропорту полиция заставила Адама второй раз пройти досмотр, после чего он улетел другим рейсом. По прибытии в Нью-Йорк отправился к своему адвокату. Теперь намерен подать в суд на авиакомпанию. Адам Салех известен своими выходками на YouTube. Его видео смотрят миллионы людей. В Испании в Королевском театре Мадрида состоялся розыгрыш рождественской лотереи. Счастливщики уже ликуют и празднуют просто на улицах. Испанская рождественская лотерея проводится с 1812 года. Она одна из самых старых и самых крупных в мире по размеру призового фонда. В этом году разыгрывали 2 миллиарда 310 миллионов евро. Цена полного билета 200 евро не всем по карману. А чтобы купить его, игроки объединяются друзья, семьи или целые города. За розыгрышем, который длится несколько часов, следит вся страна. Уже известно, что вторая премия 1 миллион 250 тысяч евро отправится в маленький городок Пинос-Пуэнто. Пролить свет на магию Гудини американского иллюзиониста венгерского происхождения намерены в Будапеште. Там находится единственный в Европе музей, посвященный его творчеству. Известные трюки Гудини, невероятное освобождение сундуков, резервуаров с водой и от цепей до сих пор вызывают удивление и восхищение. В музее объясняют секреты самых простых фокусов. Главные трюки иллюзиониста остаются в секрете. Солнечную систему планируют заселить роботами. Начнут с Луны. Ученые НАСА надеются, что колония роботов будет управляться с Земли только на первом этапе. Как считают эксперты, ресурсы Луны и астероидов позволят в дальнейшем перейти к автономному существованию роботов уже через 20 лет. После чего, без привлечения дополнительных инвестиций, объем промышленного производства на Луне превзойдет, к примеру, индустриальный потенциал США в миллионы раз. Американский художник Нив Баварский собрал 127 главных событий уходящего года в одной картине. Среди прочего, на полотне можно увидеть избрание президентом США Дональда Трампа и долгожданную победу Леонардо Ди Каприо в номинации на премию «Оскар». Завтра пятница с последними новостями вас ознакомит Алексей Лихман и он же проведет политическое ток-шоу «Черное зеркало». А я прощаюсь до понедельника и желаю вам хороших новостей и волшебных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова